Но работники культуры Нижнедавдинского района сегодня устроили для себя торжества. Таким образом, они поздравили друг друга с профессиональным праздником. Хотя указом президента, 8 лет назад этим днём назначен 25 марта. Да, но в глубинке решили немного повременить. Марина Климович узнала почему. У сельской культуры своя специфика. День работников отрасли они проводят в понедельник в 10 утра. Всё потому, что в выходные они работают, а в понедельник автобусный день. Из всех населённых пунктов есть рейсы в райцентр. Праздникам нас праздничные люди. Сельский дом культуры может побороться по посещаемости с администрацией. Нижнедавдинский глава только за. Ведь чем культурнее массы, тем легче работать. Сегодня культурный работник на селе, я считаю, это как учитель. Раньше было. Если без культуры, то это плохо. Сегодня у нас культура – это очаг, где люди могут собраться. Любые песни исполнить, потанцевать, поздравить друг друга, книгу прочитать, обсудить эту книгу. То есть настолько интересно, настолько всё возможно сделать, и только в очаге в одном – это учреждение культуры. 160 человек в районе – это специалисты культуры, плюс ещё в два раза больше тех, кто работает при библиотеках и клубах. Награждают сегодня 40 работников отрасли. Праздник проводят сами для себя. И даже главный человек культурной сферы Наталья Буракова на сцене, между поздравлениями и вручением дипломов, выступает в местном коллективе. Работники культуры – это всегда востребованный материал, и это вообще штучный материал. И если говорить о современном состоянии культуры, то, конечно, главный вопрос – это кадры. Потому что именно зависит от того, насколько образованы и насколько компетентны работники на местах. Профессиональный уровень всячески стараются повышать, отправляют на учёбы, фестивали и конкурсы. Без огонька в глазах и фанатизма работать не получится, уверены здесь. Ведь вся жизнь проходит за кулисами. Вот и сегодня Алена Муромцева – хореограф. Не в зале, а со своим коллективом «Фрейм». Их танец – смесь народности и хип-хопа. Такой микс хорошо привлекает молодёжь. Самодетельный коллектив. Детки приходят учиться танцевать. Дети по-разному приходят. Но на данный момент 17 человек в коллективе. В Нижнетавренском районе 190 клубов и кружков. Посещаемость больше 2000 человек. Поэтому в будущее здесь смотрят только с оптимизмом. Марина Климович, Александр Вележанин. Тюменское время.